Всем привет братва, в этом ролике вы наконец-то увидите то, чего вы очень сильно ждали, чего вы просили, а именно влог, можно сказать спустя год, потому что последний влог был после нового года, ну буквально тут осталось чуть-чуть я думаю и как бы уже будет год, поэтому ребятки я от вас хочу увидеть максимальную активность, в этом влоге я вам покажу рум-тур своей комнаты, что как бы изменилось, покажу свой комп, свое рабочее место, свою машину, свою собаку, ну и много чего интересного, поэтому я думаю вам такой влог как бы понравится, от вас хочу увидеть максимальную просто активность, давайте наберем ну реально много лайков, реально просто много, ну и для тех кто вдруг хочет меня поддержать, поддержать меня, поддержать мой канал, мой контент, чтобы таких роликов было больше, я оставлю реквизиты в описании, то есть если у кого-то есть желание, можете как бы меня поддержать, я никого не заставляю, это уже чисто на ваше усмотрение, все братва, всех объем приподнял, всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж братва, я думаю начнем как бы с комнаты, потому что она очень сильно преобразилась, за то время, когда я сюда переехал, чтобы вы понимали, когда я сюда переехал, здесь даже двери как бы не было, то есть реально не было двери и как бы вот я ее поставил, да там ну чуть-чуть нету этого порожика, ну то такое в принципе то доделается, но сама дверь как бы очень хорошая, дорогая, обошлась она мне в кругленькую сумму, тут все закрывается туда-сюда, очень классная, мне прям сильно нравится. Также как бы поклеили обои, ну обои такие ну простенькие в принципе, вот то место где как бы я сплю, мой обогреватель на зиму, масляный, который будет меня греть, потому что здесь как бы электроотопление именно в доме. Шкаф остался тот же, к сожалению я хотел поставить другой, но пока нема финансов, поэтому в будущем хочу другой шкаф поставить, который будет ну хотя бы поменьше, ну хотя бы без этой части, чтобы он был, потому что он сильно большой, блин мне такой большой нахрен не нужен, поэтому так вот. Вот здесь находится мое рабочее место, мой компьютер, который в принципе тоже изменился за то время, когда сюда переехал, то есть у меня новый комп и появился второй новый монитор, то есть вот так вот это все выглядит, мое рабочее место, то есть вот у нас стульчик, это просто офисный стул, но кстати реально удобный. Появился новый комп, получается вот такой вот, в описании вы можете посмотреть его характеристики, свой старый комп я дал родителям, появился вот второй монитор, тоже Samsung, что этот монитор Samsung получается, ну этот тоже Samsung, только этот 60 Гц, он изогнутый, а этот по-моему 75 Гц, 24 дюйма. Я его взял именно из-за того, что он вот так переворачивается, потому что если его поставить как обычный монитор, он будет упираться в пантограф, то есть ну он будет не мешать. Микрофончик мой, получается тоже все есть в описании, все комплектующие, мышечка, ну мышка по-моему тоже не поменялась, я не помню мышка поменялась или нет. Клавиатура такая же самая, только я новую купил, прошлая у меня поломалась, из-за того, что мне брата моего залил, то соком, то еще чем-то, я купил такую самую, очень кстати хорошая клавиатура. Наушники кстати обычные, это джибельки, ну как бы в принципе вот так вот, то есть, а еще и вебочку я купил уже новую, это получается Logitech, я не помню как она называется, но очень хорошая вебочка, мне прям сильно нравится. Бля, я даже пленочки не снимаю, я кстати с монитора даже пленку не снимал, чтобы вы понимали, то есть ну он до сих пор в пленке, и этот в пленке, короче, ну я уже как дед, понимаете, уже не снимаю пленку. Также ребята, я как бы занимаюсь теперь рыбалкой, то есть, ну я на рыбалке был еще всего лишь два раза, ну как бы мне это интересно, на природе сидишь, просто отдыхаешь. Купил себе стул специально со спинкой, чтобы мне было комфортно как бы, ну кстати стоит он не так уж и дорого, там 1000 гривен, удочка стоит по 800 гривен, ну я брал недорогую удочку, потому что ну, я начинающий рыбак, зачем мне брать там удочку за 100 долларов, к примеру, да, ну смысл, если я как бы в этом еще особо не шарю. Если вы хотите в будущем видеть ролики по поводу рыбалочки, то напишите как бы в комментариях, возможно запишу, как я поеду на рыбалку, на целый день возможно. Погодка сегодня на улице довольно таки хорошая, но ветер, поэтому если будут какие-то помехи, я заранее извиняюсь. Кстати, на минуточку, на минуточку, сегодня у нас получается 23 октября и температура 18 градусов, ну точнее 20, если на солнце, то есть ну в принципе, как бы я вообще в шортах, то есть я вам себя покажу, я правда заросший такой некрасивый, ну извиняйте ребята, не успел себя привести в порядок, поэтому извиняйте, я вот такой сегодня некрасивый, заросший, надо уже стричься, поэтому вот так вот. Ну так в целом, как бы я хотел вам показать вообще свою собаку, вон она спит, а сейчас я ее позову, Марго, иди сюда, это именно моя собачка, которая любит побаловаться, любит мусор пораскидывать, ну все, моя лисица, она любит, когда ее чухают, то есть это именно моя собака, я как бы ее выращиваю, там воспитываю, прививки ей уже делал, ей как бы 6 месяцев уже выросла такая здоровая собачка, она такая ласковая, ну любит конечно побаловаться, ну в целом как бы очень классная собачка, так что ребятка, ребятка, ребятки вот такие вот дела, блядь, сегодня вообще классно, видите я в шортиках ебать, в футболочке, погодка реально очень хорошая, ну короче будете знать, что у меня вот есть такая собачка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж братва, я переместился в машину, чтобы вам более подробно рассказать, что произошло с моим автомобилем, ВАЗ-2106 Да ребята, я понимаю, что это обычный жигуль, как бы чем я могу вас удивить, просто вам расскажу то, что с ним произошло за это время, что я поменял там и так далее. Я в этом месяце уже в него вложил как бы 400 долларов, я поменял получается фильтра, все, поменял масло, антифриз, поставил новый глушитель, не полностью я поставил получается штаны, которые возле коллектора и поставил задний глушитель, то есть серединку я не трогал. Потом что я еще сделал, поменял все передние шаровые, поменял все соленблоки спереди, все рулевые рычаги, все три штуки, развал мне сделали, стоит у меня сзади новая зимняя резина, спереди стоят новые диски, ну обычные диски, железки как бы, просто обычные диски, потому что моим передним дискам, которые были до этого, уже как бы сказать, пришло их время, они уже потеряли свою жесткость, короче их пора было выкинуть. Много чего было как бы вложено сюда, вы скажете, блять, ты купил машину за 600 долларов и ты в нее вложил 400, да ребята, это машина, блин, она ломается, чтобы она ездила так, как вы хотите, чтобы она была в идеале, конечно нужно вкладывать деньги. То есть, что здесь в принципе поменялось, именно под капотом стоит новый бензиновый фильтр с магнитиком, получается реле газа я тоже перенес в более удобное место, раньше оно стояло по-другому. Новый бачок, кстати, омывайки, я извиняюсь, если будет плохой зуб, потому что ветер как бы на улице снимать не особо комфортно. И сейчас я вам покажу то, что я реально поменял тяги, то есть я давайте приближу как-то, может быть, очень сильный ветер на самом деле. Вот как бы если вы посмотрите, я думаю видно то, что стоят новые рулевые тяги, абсолютно новые, как и стоят новые шаровые, верхние, нижние, новые с алинблокетом и так далее. Так, ребятки, что было сделано именно по внешнему? Я поставил себе, кстати, эти LED-ы, то есть у меня стояли обычные фары, а 4, ну точнее лампочки обычные стояли. Я поставил LED-ы, очень классно светит прям, сейчас вам, конечно, не покажу, но поверьте мне на слово, потому что фары светят очень хорошо. Также, как видите, я поставил реснички на фары. Вот чтобы вы понимали, вот эти реснички, блядь, пластмассовые, вот это просто пластмасса, вот эти 4 штучки стоят 500 гривен. Вот как бы обычные диски, которые я покрасил. Красил как бы сам, но, если честно, краска как бы не очень. Ну, в целом пойдет, все равно эти диски под зиму, я летом вообще планирую брать что-то другое поинтереснее. Итак, по поводу задней части стоит полностью новый глушитель. Ну, я думаю, как бы видно то, что новый. Также я себе поставил такой вот фонарь назад, то есть когда включаешь заднюю передачу, он светится и освещает тебе пупочку, так сказать, чтобы ты видел, куда ехать. Очень, кстати, удобная тема. У меня, кстати, два, потому что два продалось в комплекте. Я думал, можно еще один сюда поставить, но как бы вот этот один тоже очень хорошо светит, поэтому, в принципе, его как бы хватает, поэтому второй оставить не буду. Здесь, получается, вот эту новую штучку поставил, я купил. У меня еще одна есть, тоже новая на эту сторону. Получается, сзади еще появилась такая вот штучка. Задний спойлер или как он называется. Ну, очень классно смотрится, мне прям очень нравится, то есть если вот так вот отойти, ну, реально смотрится. Вот только осталось тренировочку сделать и будет вообще прекрасно на самом деле. Я пытался уже наклеить тренировку, у меня, к сожалению, не получилось сделать одному. Я только испортил просто тренировку и все. По поводу салона, какие изменения? Я поставил новые дверные карты, то есть, я думаю, видите, то есть они новые. Ну, просто обычные серенькие, потому что те, как бы они уже свое ждали, они вообще там сгонили там и так далее. Короче, старые я выкинул, у меня там валяются. Они там стоят, в принципе, не очень дорого. Также я поменял себе замок. Вот эти вот на ключах, ебать. Ну, то ладно, это такое. Кстати, магнитола стоит тоже другая. Также, ребятки, хотелось бы вам показать свой погреб, так сказать. Ну, это картошечка, это понятно, но это на зиму сколько тут? Раз, три мешка, четыре. Уже половины одного нету. Самое интересное, это вот, это мой, как бы, склад, я вам его не показывал, то есть, это мой склад для машины. Здесь у нас лежат обчасти. То есть, это, получается, антифриз, который я менял, в принципе. Тут осталось тоже, где-то литрушечка нарасталась на доливку. Опа! Здесь у нас 20 литров бензина. Это чисто на запас лежит. Ну, и здесь, как бы, лежат диски, ну, обычные. Это моя резина, кстати, с жопы. Ну, она такая, как бы, уставшая, но я, скорее всего, ее на лето оставлю. Чтобы летом не покупать резину, я на этой, наверное, доезжу. Там, короче, еще диски стоят обычные, то есть, есть вот такой вот еще диск, но он только один, к сожалению. Вот я хотел бы себе такие диски, только их в черный покрасить. Так, давайте, ложим все обратно. Чикс! У меня бензинчик должен быть в запасе, потому что такая тема непредсказуемая. Здесь, получается, накладка на фары, задняя вот эта штука есть. То есть, у меня за пистенцем будет много. Есть еще накладка, вот, на глушитель. Ну, я, как бы, ее оставил, но тут надо... Вот этот болт, по-моему, здесь в резьбе пизда. Надо резьбу новую делать и, может быть, поставить его. Ну, и так, в принципе, нормально. Здесь у нас тоже лампочки обычные есть. Тоже тут, блядь, очень много у меня, короче, этих частей. Это мне с машины, чтобы вы понимали, отдавали. Ага, вот здесь, кстати, есть, видите, новый ремень, бошевский. Потом муфта новая есть. Ну, если не понимаете, я вам сейчас покажу. Просто думал ее менять надо, но мне сказали, что у меня нормально. То есть, вот, муфта идет новенькая, хорошая, усиленная. Ну, пусть лежит, как бы, на запасе, потом, может быть, поставлю. Вот еще один фонарь, как я и говорил. Здесь, ну, запчастей, на самом деле, ну, много. Будем честны. Ну, что ж, ребятки, я уже много вам что-то показал. И давайте, наверное, чем-то займемся. Не просто, как бы, все показывать и рассказывать. Надо чем-то, как бы, и заниматься, правильно? Поэтому у меня здесь есть дрова, которую надо перепилять. Поэтому сейчас берем пилу, электропилу, и будем, как бы, это все делать. Бисексуальность, кстати, да, на камере? Еще передняя камера такая неплохая. Моторола, ребята, делает вещи. Это не ваши вот эти айфончики, знаете, ну. Вот эти айфончики, знаете, для выебанных. Моторолу надо покупать, ребята. Моторола, вот что, его. Все, телефон нормальный. Заряжается за полчаса, вот, между прочим. Так что имейте в виду. Будете покупать телефон, но вы покупайте моторолу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, дрова, в принципе, попылял немножко. Как бы, ну, не сложно, просто тебе надо же саму положить. Ты их порезал, тебе надо их сложить. Потом обратно положить. Короче, что-то это заебывает. А так, в целом, именно их резать, как бы, не сложно. То есть, пилка электрическая нормально херачит. Ну, мне понравилось. Хоть я это делал первый раз, как бы, мне, неплохо. Лучше я нарубал. И плюс еще здесь сложил. Вот эта верхушечка, это я тоже нарезал. Ну, просто неудобно то, что ты сам это все делаешь. Если кто-то подавал бы, ну, точнее, вложил бы, ты порезал, он убрал. Так было бы, конечно, быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что ж, ребятки. На этом моменте будем как бы заканчивать данное видео Я надеюсь, что оно вам понравилось Я реально постарался вам Все подробненько показать, рассказать Надеюсь, что вам это понравится Надеюсь, что качество вам тоже понравится И звук понравится Короче, в целом, если вам зайдет все-таки Такое видео, то реально постараюсь Записывать почаще подобные ролики Все зависит от вашей поддержки От вашей активности Ставьте лайки, ну и конечно же Подписывайтесь на канал Всех обнял-приподнял Всем пока-пока